Божаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Главное за сегодня. Провел ставку. Как и всегда, командующие доложили о ситуации на передовой. Основные направления – горячие точки. То, что пытается делать оккупант. Наши ответы. Особое внимание сейчас одновременно и Харьковской области, и Югу, и Донбассу, в частности, боям в районе Авдеевки. Благодарен каждому воину, каждому подразделению за стойкость. В общем, есть за что отметить 53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и нашу мощную 79-ку ДШВ. Только за последние дни и только воины этих бригад уничтожили сотни единиц бронированной техники оккупанта. Конечно, не могу не отметить и результаты 55-й отдельной артиллерийской бригады, воюющей на Запорожском направлении. Благодарю вас, воины. Традиционно меткие. Сегодня на Ставке говорили, в частности, о том, как больше обеспечить наших воинов именно собственными украинскими вооружениями. Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, которые помогают нам оружием, техникой, снарядами. И делаем все, чтобы поставок было больше. Кстати, вчерашний Рамштайн этому помог. Но очевидно, что базовый курс государства – это собственное производство. Это свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, необходимым для сил обороны. Все. От ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров. Минстротекпром уже представил мне доклады по нескольким направлениям. Броня, ракеты, ПТРК. Сегодня на Ставке был доклад вице-премьера по инновациям относительно РЭП – радиоэлектронной борьбы. Разрабатываем комплексную программу по всем направлениям с четкими сроками и объемами. Еще одна наша неотложная задача – перевести в цифровой формат весь учет поставок силам обороны. Цифровизация даст ясное понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они восполняются. В частности, для того, чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно. И чтобы отчеты здесь, в Киеве, не отличались от реальных фактов на передовой. Был на Ставке и доклад Службы внешней разведки по поводу ситуации вокруг Израиля и в целом в регионе Ближнего Востока. Отслеживаем всю информацию и поддерживаем контакты с партнерами для того, чтобы не допустить распространения, дестабилизации. Мы четко понимаем, что единственный, кто заинтересован в худшем сценарии – это наш врат. Я благодарен всем в мире, кто прилагает усилия, чтобы регион Ближнего Востока не взорвался. Но и чтобы террористы ответили за содеянное против Израиля, против детей, женщин, против обычных людей. Помним и о гражданах других государств, которых террористы захватили в заложники или убили. Среди погибших есть и украинцы. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Это чрезвычайно важно. И важно для всех в мире, даже для тех, кто сейчас этого пока не понимает. Чтобы террористы всегда отвечали за принесенное ими зло. И еще несколько вещей. Есть первые санкции от Соединенных Штатов против тех компаний, которые нарушали установленный миром потолок цен на российскую нефть. Спасибо за такой санкционный шаг. Следует продолжать давление, лишать Россию возможности получать финансы на агрессию благодаря любым энергоресурсам. Есть решение Международного Олимпийского комитета, которое остановил членство Олимпийского комитета России. Каждый в мире должен уважать территориальную целостность наций и устав ООН. И если кто-то там в России думает, что может еще и спорт и Олимпийское движение сделать своим оружием, то это точно не получится. Благодарю всех, кто защищает принципы Олимпизма. И давно ожидаемый нами шаг ради исторической правды. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо всем членам ПАСЕ, которые проголосовали за такое признание. Справедливость всегда сильнее. Спасибо всем, кто защищает Украину. Слава нашему крепкому народу. Слава Украине. Слава Украине.